Россия принимает участие во многих мероприятиях, проводящихся в сфере обороны, в рамках программы развития отношений до 2015 года. Из России поставляется военная техника, а монгольские специалисты проходят подготовку в ее военных вузах. Также был подписан договор об обучении несовершеннолетних детей в кадетских корпусах Минобороны России. В итоге Монголия получит квалифицированных офицеров. Кроме того, стороны договорились продолжить традиционные совместные военные учения Дархан и совершенствовать антитеррористическую подготовку военнослужащих обеих стран. Масштаб учений Дархан будет расширен. Мы рады, что наши коллеги выразили готовность помочь не только в ремонте и улучшении нашей военной техники, но и предоставить помощь в совершенствовании обороноспособности и в участии в миротворческих операциях. Совместные учения Дархан со следующего года будут называться СЛНГ. В 2010 году впервые учения проводились с привлечением мотострелковых батальонов. Это было на территории России. Нынешним летом мы планируем провести их у нас, но уже с привлечением артиллерии. Кроме этого, на встрече в Москве Монголия выразила готовность поддержать совместную российско-китайскую инициативу создания в Азиатско-Тихоокеанском регионе сбалансированную открытую систему сотрудничества. Она включает в себя отработку международных правовых норм и обеспечение безопасности интересов государств этого региона. Также стороны договорились улучшить совместную работу в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Мы выдвинули пожелание, чтобы во встрече министров обороны ШОС принял участие и наш министр. Россия, рассмотрев вопрос, ответила, что такое возможно. Пока Монголия является только страной-наблюдателем ШОС, но мы желаем, чтобы в некоторых вопросах монгольский министр обороны принимал непосредственное участие. Сейчас в Улан-Баторе работает делегация Минобороны и Генштаба России. В ходе встреч стороны обсуждают основные принципы деятельности, обязанности каждой из сторон, экономические и технические составляющие сотрудничества. А результаты этой работы мы сможем наблюдать на протяжении всего следующего года. Тумур Ачир, Станислав Хазагаев, Энг Белек, Аист Монголия.